Фурункул Инфекционный агент, чаще всего стафилококки и стрептококки, может проникать через поврежденную кожу, выводные протоки потовых, сальных желез, волосяной фолликул. Очаг воспаления быстро распространяется глубоко в подкожную клетчатку, образуя плотный инфильтрат. Локализация фурункулов на лице разнообразна. Особенно опасны фурункулы в области глаза. Верхние губы, перегородки и крыльев носа, то есть в районе так называемого треугольника смерти. Основной метод лечения хирургический. Подготовка к операции включает обработку рук хирурга. Подбор необходимого инструментария. У больного карбункул в области левой щеки. Проводит обработку операционного поля. Инфильтрационную анестезию. Вскрытие абсцесса производят линейным или при больших карбункулах крестообразным разрезом через всю толщу пораженных тканей. Некротический стержень удаляют. С помощью чаще всего ножниц, кюритажа, то есть проводят некротомию, попутно вскрывая гнойные затеки. Затем рана обрабатывает раствором антисептика. Дренируют либо с помощью резиновой полоски, либо с помощью разработанного в Московской медицинской академии медицинского сорбента Регинкур. В заключение накладывают стерильную повязку, которую фиксируют лейкопластырем. Комплекс лечения фурункулов и карбункулов включает дезинтоксикацию, десенсибилизацию организма, антибиотикотерапию, витаминотерапию. В этом комплексе важное место принадлежит также герудотерапии. Антисептические, противовоспалительные, тромбоэлитические, болеутоляющие, иммуностимулирующие эффекты пиявочного секрета дают неизменно высокий положительный результат. В большинстве случаев после первого сеанса герудотерапии, заключающегося в приставке 1-2 пиявок на инфильтрат или края послеоперационной раны, значительно уменьшалась и ограничивалась область инфильтрата, ликвидировалась боль, отек, клинические проявления интоксикации. Фурункул через сутки после первого сеанса герудотерапии. Фурункул верхней губы после двух сеансов герудотерапии. Фурункул в стадии инфильтрата с локализацией на спинке носа. Через три дня после двух сеансов герудотерапии. В ряде случаев по показаниям в комплексе лечения фурункулов включают также гиперболическую оксигенацию. В данном случае показанием явилась опасная локализация фурункула в области верхней губы. Общение с пациентом, находящимся в барокамере, врач ведет по телефону. Результат комплексного лечения с применением герудотерапии и гиперболической оксигенации – полное выздоровление. Так называемое злокачественное течение фурункулов лица связано с быстрым распространением инфекции по лицевым венам. Сначала возникает тромбофлебит угловой вены, затем тромбоз кавернозного синуса, последовательно – менингит, сепсис, септическая бронхопневмония. У этого больного имеется тромбоз угловой вены. Ее утолщенный контур хорошо виден в виде уплотненного тяжа. Он особенно заметен при попытке собрать кожу над веной в складку. При тромбозе угловой вены ее перевязывают и пересекают. Больной Энн, 51 года, поступил в клинику челюстно-лицевой хирургии с карбункулом верхней губы, осложненным тромбозом кавернозного синуса, гнойным менингитом, сепсисом. Синдром кавернозного синуса в данном случае – это птоз правого глаза, экзофтальм, ограничение движения век и глазных яблок, химоз, медриаз. Больному были проведены операции – вскрытие абсцесса с некроктомией, гайморотомией с декомпрессией тканей глазницы, ревизии ретро-бульбарного пространства справа для исключения развития флегмона глазницы. В комплекс лечения вошли дезинтоксикация организма, массивная антибиотикотерапия, десенсибилизация, витаминотерапия, гиперборическая оксигенация, а также геродотерапия. Перед выпуской состояние удовлетворительное, неврологическая симптоматика отсутствует, однако в результате атрофии зрительных нервов, как следствие менингита, больной практически потерял зрение. Больной А, 61-го года, поступил в клинику с карбункулом правой щеки, глубоким некрозом мягких тканей правой щеки и губ, тромбозом правой угловой вены, сепсисом, двусторонней септической пневмонией, признаки которой хорошо видны на представленной рентгенограмме. Комплекс лечения включал дезинтоксикацию, десенсибилизацию, антибиотикотерапию, а также герудотерапию, гиперборическую оксигенацию. Больной был спасен и выписан в удовлетворительном состоянии. В заключении необходимо отметить, что с учетом опасных для жизни осложнений, лечение фурункулов и карбункулов лица необходимо проводить в специализированных стационарах. Современный комплекс лечения включает дезинтоксикацию, антибиотикотерапию, десенсибилизацию, витамины, а также герудотерапию, гиперборическую оксигенацию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok